Есть противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом. Слушайте доктора. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа, любимая очень многими из вас, программа «Слушайте доктора». И, как всегда, в студии Дмитрий Курдюмов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Добрый день. Главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и ведущий нашей программы. Я, Светлана Занько. Сегодня мы пригласили в гости Ирину Владимировну Колупаеву, врача-аллерголога Кировской областной клинической больницы. Как выяснилось, на данный момент единственного действующего врача в областной больнице. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Ну и тема у нас – сенная лихорадка или как спастись от сезонной аллергии. Мы по этому поводу, кстати, всех сейчас перечисли, кто будет у нас сегодня в программе. Еще в программу пригласили Олега Игоревича Мохова, медицинского директора биофармацевтической компании «Нанолек». Они становятся нашими постоянными друзьями и гостями. Сейчас в программе, потому что на «Нанолека» есть препарат, который участвует в лечении, в том числе и сезонной аллергии. Это препарат «Налориус». О нем сегодня тоже поговорим. И вообще о препаратах и о способах лечения сезонной аллергии. Сейчас передаю слово Дмитрию Александровичу Курдюмову, потому что, судя по нашим последним программам, я оккупирую эфир просто и не даю высказаться специалистам. Ну, на самом деле, наша тема тоже сезонная на сегодня, я так понимаю, потому что аллергия носит отчасти сезонный характер. Я думаю, что меня, Ирина Владимировна, поправит. Но так или иначе, наверное, нашим слушателям нужно знать, какие основные причины бывают аллергии. И все-таки мы с вами как-то разговаривали, что аллергия бывает даже не только на домашнюю пыль, но еще и на волосы родственников. Это самое страшное. Волосы родственника? Да. Да, и так он тоже встречается. Поэтому люди не выносят друг друга, мне кажется. Да, и мне надо им сказать, что она сказала, что основное в лечении жигида это избегать, то есть удалять аллергии. Родственника, удалять аллергии. Поэтому даже о таких крайних способах лечения, причинах, я думаю, надо сегодня поговорить. Обязательно, волосы родственников, да, удалять аллергены. Многое, кстати, налаживается, когда люди разъезжаются. Бывает такое. Я вот назвала, Ирина Владимировна, программу «Сенная лихорадка». Я вот права, когда это старое название использует, относится к сезонной аллергии? Да, название «Сенная лихорадка» давно используется и до сих пор используется, особенно в англоязычных. Можно в литературе это все встретить, старое название. Ну, так более часто встречается название «полиноз». То есть в диагнозе пациент у себя тоже может такое слово встретить, чтобы пациент не пугался и знал, что вот сезонная вот эта аллергия или сенная лихорадка по-другому называется «полиноз». От латинского «полин» – пыльца растений. То есть полиноз… То есть вот отражает суть, да? Да, да, да. Это вот заболевание аллергическое, вызванное пыльцой разных растений. Когда мы говорим о сезонной аллергии, мы всегда говорим только о растениях. Да, это обязательно пыльца должна быть. Причём определённых размеров своих частиц. Что это значит? То есть должна обладать определённой молекулярной массой, размером частиц, чтобы проникнуть через слизистые оболочки дыхательных путей. А, поэтому не все растения являются аллергенами, а только те, у которых пыльца достаточно мала, чтобы проникнуть через стенки наших клеток. Но всё-таки, а почему происходит клеток? Почему возникает гиперсенсибилизация? И вот немножко, неглубоко, наверное, нашим слушателям нужно погрузиться, а что такое моноглобулин там Е? И что происходит благодаря тому, что он выделяется там однократно, дважды? Почему у нас возникает полиноз? Да, ну у некоторых людей просто уже генетически заложена вот эта вот гиперчувствительность к тем или иным аллергенам. Это уже заложено, как правило, от родителей. Считается, что если у обоих родителей есть какое-то аллергическое заболевание, то в 50% случаев оно передастся. А если у одного из родителей, то в 25% случаев. Тоже очень высокий процент получается. То есть прежде всего родителям нужно обратить внимание на себя, когда они замечают, что с ребёнком что-то не так, понять, какие у них есть симптомы и реакции. И тогда скорее, в общем, сможет и врач поставить диагноз ребёнку, если что. Наследственно. Ну и предрасполагающими факторами к аллергии ещё относится экологическая обстановка неблагоприятная и также часто вирусные заболевания, как правило, в раннем молодом возрасте. Потому что всё-таки аллергические заболевания обусловлены всегда иммунной системой, лимфоцитами. И как раз вирусные заболевания все поражают иммунную систему. Происходит определённый сбой в организме. Как бы определённая такая иммунная настроенность на аллергию в организме. А вот скажите, а как вот для меня, вот скажем, у меня нет медицинского образования, как мне понять, у меня вот такой затянувшийся РЗ, либо у меня, скорее всего, аллергия? Тут очень сложно понять, потому что всегда вот на симптомы аллергии очень просто присоединяется вторичная инфекция и вирусная, и бактериальная. Поэтому там уже всё стёрто, и там уже без аллерголога не разобраться бывает. Вот, а скажите, а что должны знать наши слушатели? Да, без аллерголога точно не разобраться, но вот я так понимаю, что мне сегодня повезло, и у нас тот самый редкий специалист, он сейчас с нами беседует. Ну, а я думаю, что любой пациент должен минимально быть ориентирован. Что такое там постановка кожаных проб, да? У нас, конечно, мы не любим, когда пациенты занимаются самолечением, но если мы имеем аллергию, надо, чтобы не знали, наверное, что попросить сделать для того, чтобы понять всё-таки, это у меня насмор затянувшийся, или это у меня аллергия, у меня есть сенсибилизация к чему-то, и у меня живут дома кожаные одежды. Что такое сенсибилизация? То есть это повышенная чувствительность организма к конкретным аллергенам. Я-то знаю английский язык, конечно, и корни латинские, они общие. Чувствительность. Да, чувствительность, да. Чувствительность. Так, ну, кожные пробы, очень часто пациенты приходят и говорят, что вот мне поставьте, пожалуйста, именно вот эти пробы. Ну, мне как бы хочется всегда начать беседу с каких-то жалоб, и уже на основании этих жалоб, анамнеза, когда развиваются симптомы, какие симптомы развиваются уже, мы делаем вывод о том, какие именно аллергены нужно поставить пробы. Сколько вообще всего существует этих проб? Мне кажется, сколько аллергенов, раздражающих факторов, множество, сотни, десятки проб. Ну, как бы их не так много, от чего просто существуют варианты лечения. Но аллергия может быть вот анонистически практически на любые биологические вещества. Абсолютно на что угодно. Но лечения, вот, к сожалению, нет всего. Существует. Лечения нет всего. У нас в городе ставят эти пробы, кто это делает? И вот правильно сказал Дмитрий Александрович, вот кто это делает? Может ли человек сам прийти, вот, в платную, например, клинику и сказать, вот, сделайте мне эти пробы? Или этого делать нельзя ни в коем случае, и все эти пробы только с назначением врача? Конечно, это всё делается после приёма аллерголога, посмотра. Ну, каких-то, может быть, потребуются даже какие-то дополнительные в начале исследования, лабораторные анализы. Обязательно нужно знать, ну, общий анализ крови, такой стандартный минимум. Вы знаете, мне на днёх звонили знакомые и говорят, скажите, а где делают аллергический статус? Что это такое, аллергический статус? Ну, это очень любят просто сейчас ходить в таком уже сами по себе пациенты, в частные вот эти лаборатории, сдавать аллергические панели, которые тоже очень недёшево стоят. Ну, их уже достоверность, вот диагностическая ценность, она меньше, чем вот эти кожные пробы. Ага, а они по крови делаются? Да, это берётся кровь из вены. Иммуноглобулин Е? Да, иммуноглобулин Е специфические, то есть в крови это такой достаточно сложный анализ, который выполняется через специальные тест-системы, но не специфический, то есть могут быть ложноположительные, ложноотрицательные результаты. Мне знакомых лучше на кожную пробу отправить всё-таки, да? Да, это в первую очередь, и уже если пробы как бы противопоказаны, такое тоже бывает, тогда мы уже назначаем вот эти панели. А, ну и тогда сложнее уже идёт процесс установки диагноза или нет? Ну, да, бывает сложно. Кожная проба всё-таки более чётко показывает, что... Да, там уже очень точно, это уже практически 100%. А какие противопоказания могут быть против кожных проб? Ну, это обострение аллергического заболевания. В данный момент у человека обострение. Да, да, например, вот полная заложенность носа, когда совсем нос не дышит, или приступы астмы, острая крапивница, например, поражение как бы кожных покров при дерматитах, когда пробы негде поставить. Так, ну, также это обострение, то есть не обострение, это острые инфекции, какие-то инфекционные заболевания. И декомпенсация, то есть обострение хронических заболеваний. Правильно я понимаю, что если у человека без конца вот всё-таки заложен нос, может быть, у него не течёт, но всё время там заложен нос, и всё время какое-то состояние такое, ну, нездоровое, он там уже от ОРЗ полечился, уже компотику попил с малинкой, ещё что-то в банку сходил, всё не проходит месяцами, у некоторых, между прочим, годами, и такое есть, как вот в астматиков превращаются люди, как мне кажется, у меня такое ощущение, сейчас вы мне скажете, если я не права, то нужно идти к аллергологу, или нужно идти сразу к аллергологу, как только оно заложило. Ну, в первую очередь, вначале нужно к терапевту обратиться, а уже тот уже направит туда, куда нужно. К специалисту, оказывающему периодичную медико-санитарную помощь. А потом уже там направят, как правило, лучше к нам уже приходить с осмотром лор врача, с осмотром носа. Это, конечно, я почему об этом говорю? Вы, конечно, специалисты большие, говорите про терапевта, но я знаю точно, что попасть к аллергологу на приём в наших клиниках очень сложно, потому что вот этих узких специалистов, особенно в поликлиниках где-то, их практически не хватает. А вот вы знаете, сразу не надо идти к аллергологу на приём, потому что если все запишутся на приём у нас Ирина Владимировна, то, я думаю... Всех не пустят. Не то, что не пустят, она не справится, а долг некоторых докторов, в общем-то, не может, не позволяет себе там отказать пациентам, поэтому тут либо в ущерб качеству, либо в ущерб своему качеству жизни. В общем-то... Это понятно, но я к тому, что очень часто, очень часто там говорит тебе... Я сталкивалась с такой ситуацией лично, как-то тебе говорит врач, там, педиатр, например, что у нас нет аллерголога на данный момент в поликлинике, так что либо ждите, а у тебя ребёнок на руках, либо вот... Нет, вы знаете, я могу точно сказать, что и терапевты, и педиатры, и участковые, они обладают не то, что базовыми знаниями в области аллергологии, они обладают, ну, неплохим уровнем знаний. Поэтому их... То есть к нам уже вот надо пациентов... Обследования даже приходят. Их степень компетенции в этой области, она позволяет не то, что просто заподозрить, у вас может аллергия вам к узкому специалисту, а уже провести какую-то диагностику. Должна, должна их компетенция. Да, пройти необходимое обследование, и уже в случае, если она сомневается и видит, что что-то не так, тогда уже включается узкий специалист. То есть в том-то и... Мы просто, ну, в понимании некоторых пациентов, врач общей практики, участковый терапевт, участковый педиатр, это специалист, который, ну, обладает низкими компетенциями, если это не идёт, там, скажем, только речи выходят за рамки ВРЗ, это не так. Вы сейчас рисуете идеальную картинку. Нет, я не рисую идеальную картинку, я к тому, что должен быть первичный такой отбор. Ну, вот, желательно, чтобы уже к нам направляли пациентов уже не в стадии обострения, когда у них уже прошёл какой-то того же момента, когда аннергировано. Скажите, а вот крайняя степень аллергии какая? Да. Вот почему мы говорим о том, что нужно заподозрить, вот когда я длительно болею, я понимаю, что вот тот же самый уровень сенсибилизации нарастает, нарастает, и при каком-то контакте у меня может возникнуть крайняя степень аллергической реакции. Как она выражается? Там зависимости, наверное, ещё от того, какие аллергены вызывают, потому что они же тоже бывают разные и аэрогенные, и энтогенные, то есть аллергенные Кто-то типа шока может произойти, да? Да, как бы, ну шок, как правило, происходит при лекарственной аллергии, либо какой-то эндогенной интоксикации. То есть сейчас про анафилактический шок говорите? Да, это крайне степень аллергии тоже. Да, ну вот при аэрогенном пути, попадении аллергенов, то есть через дыхательные пути, тяжёлые, это приступы астмы, астматический статус, который тоже смертельно опасен. Ну вот мы с вами, всё-таки, тема у нас сезонной аллергии, давайте к ней обратно сместимся, и как бы меня не прервал Дмитрий Александрович, я хочу, чтобы нам сейчас Ирина Владимировна нарисовала, как выглядит этот человек, там неважно, клещи сезонно размножились или пыльца, давайте к пыльце. Теперь пришло время уже, всё. Весна, да. Как выглядит этот человек, у которого сезонная аллергия на пыльцу растений? При осмотре на лице можно наблюдать отёк, век, какие-то потёртости у носа, потому что он часто сморкается. Потёртый поленос. Да, в глазах двоится. Что при осмотре, а так из жалоб, что беспокоит пациентов, ну это вот чихание, зуд глаз, как правильно всё начинается с глаз, потом на нос переходит, и уже при более тяжёлых случаях может начаться першение в горле, кашель, приступы удушья. Вот эта сезонная аллергия, она как раз, наверное, такая наследственная, да, реакция на пыльцу растений по большей части, или тоже приобретённая бывает? Ну вот в последнее время наследственность мало прослеживается. А, приобретённая всё-таки, да? Приобретённая. Всё-таки, скорее всего, это экологическая обстановка, какие-то неправильные, возможно, лечения, то есть часто антибиотикотерапия тоже влияет на иммунитет. Тоже к этому приводит. Да, снижает его. Температура есть при аллергических реакциях на пыльцу? Это тоже очень часто, да, может быть. При аллергической именно реакции температура, как правило, 37 может быть. Но при присоединении уже вторичной какой-то инфекции, вирусной или бактериальной, уже может быть температура выше. Вот если у человека такое состояние сейчас, когда начнут свести растения, а какие, кстати, растения наиболее аллергичны? Так, ну вот для нашего региона характерно три сезона пыления растений выделяется по времени цветения пыльцы. То есть начиная с конца апреля по середину мая цветут деревья. Это наиболее аллергоопасные из них – это берёза, ольха, лещина. Начиная с середины мая по конец июня цветут злаковые травы. Это тоже множество трав – тимофеевка, овсяница, эреграс, мятлик. Когда всё заканчивается? И заканчивается цветением сорных трав, начиная с июля и пока не наступят первые заморозки. То есть до конца октября. То есть пока всё не завянет и не уйдёт под снег. А дальше на подоконнике дома спускаются цветы. Вот, на что нужно тоже обратить внимание. То есть у нас практически весь сезон, когда растения оживают, есть аллергенные факторы. А тополя являются аллергичными? Ну вот это заблуждение, то есть неправильное суждение о том, что тополиный пух вызывает аллергическую реакцию. Это неправильно, потому что как раз тополиный пух не обладает тем размером частиц, не способен проникать через слизистые. Поэтому он является только переносчиком вот этой как раз пыльцы. Потом может переносить, да. И поэтому вот очень типично, когда пациенты приходят и говорят, что аллерген – это тополиный пух, мы уже заранее знаем, что, значит, у него аллергия к злаковым травам. Потому что как раз в этот период цветут вот эти злаковые травы. Злаковые травы. И вот человек пришёл, весь такой красивый, со слезящимися глазами, красным носом, с потертостями, как вы говорите. И вы расспросили его про симптомы, которые мы обозначили. И понимаете, что у него сезонная аллергия. Какие, прежде всего, препараты рекомендуются или какое лечение назначается? Симптоматическое лечение назначается, то есть для купирования вот этих симптомов аллергии существуют антигистаминные препараты. Это прежде всего то, что нам всем известно. Это то, что продаётся в аптеках. Да, их сейчас очень много. И очень много безрецепторных препаратов. Да. А вот скажите, а какой, на ваш взгляд, самый опасный побочный эффект антигистаминных препаратов, о чём нужно, значит, слушать её? Ну, это возможно при длительном приёме, когда пациенты принимают больше года антигистамины, возможно, нарушение ритма сердца и кардиомиопатии. А сонность, снижение реакции? Ну, это встречается, как правило, при превышении прописанных дозировок. Вот. То есть дозировку может определить ведь только врач. Ну, ведь иногда чем больше, тем лучше, понимаете. Ну, ещё существует индивидуальность. То есть индивидуально тоже люди разные могут переносить по-разному лекарства, поэтому даже если написано, что препарат не вызывает сонливости, он всё равно может её индивидуально уходить. Как Вы относитесь к тому, что вот я регулярно бываю в аптеках, там покупаю какие-то там, может быть, лекарства или ещё что-то, и наблюдаю на тем, как спрашивают у нас, скажите, фармацевтов, провизоров, как принимать данный препарат. И пациент совершенно не заглядывая в рекомендации доктора, слушает, записывает фактически и исследует рекомендации. Да, это очень часто встречается. У меня к этому, я когда-то пытался делать замечание, что не надо рекомендовать пациента, отправьте его к доктору. Вот у меня твёрдая позиция по этому поводу. Вот что Вы скажете нашим слушателям? Мы сейчас говорим про терапию, но я думаю, что сразу нужно обозначить, что все препараты принимаются с учётом рекомендаций. Это, конечно, очень неправильно. И в нашей практике такое сейчас встречается, когда пациентам назначается серьёзное лечение, особенно по бронхиальной астме, и он приходит, ничего не соблюдал нашей рекомендации, и говорит, что в аптеке ему сказали, что это очень страшные лекарства, вам их не надо. Это поменяйте, это уберите, а это можно пить в половину, а это увеличить. Приходят с такими, значит, требованиями, да, как к своему врачу. То есть надо всё-таки отталкиваться от рекомендаций врача, от рекомендаций специалистов. Давайте вернёмся к препаратам. Мы сегодня хотели, кроме препаратов, ещё ряд тоже аспектов по лечению обсудить, в том числе и там режим дня, и режим питания, и всё прочее. И тем не менее, давайте тогда разберёмся, как они и чем они отличаются, эти препараты, антигистаминные. Ну, они мало чем отличаются, только названием, а по действию они практически все одинаковые, где-то что-то против... А что делает антигистаминный препарат? Он что блокирует? Он блокирует выделение гистамина тучными клетками. Рецепторы блокирует? Ну да. На тучных клетках? Что это получается такое? Ну, чтобы иммуноглобулин Е, по-моему, не сел на тучные клетки. А что такое тучная клетка? Ну, такую тучку представила. Она так на картинке в учебнике и выглядит. Да, как тучка? Она такая тучная, да. И что она? Именно она как-то? Она вызывает, да, вот эти медиаторы как раз воспаления аллергического. Это она делает, если к ней присоединяется гистамин. Она выделяет гистамин. Она выделяет гистамин. А эта штука садится на эту тучную клетку, да, на рецепторы и не даёт, вот скажем так. А вот тут действующее вещество препарата садится на тучку, на тучную клетку и не даёт её выделять гистамин. Да, иммуноглобулин Е её не терроризирует, да? Да. Да. И не может как бы проникнуть. Вот, то есть иммуноглобулин Е терроризирует тучную клетку, насколько я помню, из тучной скамьи, да? Там выделяет гистамин. Да, гистамин, который, в общем-то, да, всё вот у потёртый нос, то, о чём мы говорили, возникает заложенность носа. А препараты, получается, которые... А препарат садится и говорит, всё, не пущу тебя к тучной клетке, не подпущу, да? Да, всё правильно. Ну, вот. Ну, как-то они же, слушайте, на каждый раз выпускаются новые препараты, и они всё-таки есть какое-то развитие, наверное, всё-таки. Есть препараты первого поколения, второго, там, следующего поколения. Ведь над чем-то же работают разработчики и фармацевтические компании? Вот, отличаются, как правило, по противопоказаниям и развитию побочных эффектов. А, и что очень важно. Да, то есть некоторые лекарства, например, нельзя при печёночной недостаточности, там, какие-то более показаны. Знаете, вот хочу задать вопрос. У нас, наверное, есть несколько вариантов терапии, да? Да, но самые распространённые эти антигистаминные препараты, да? Ну, это то, что первым приходит в голову нашим пациентам. Ну, это вообще как бы не наша вообще как бы прерогатива не аллергологов, это терапевты должны лечить антигистамин. А вы занимаетесь там гиперсенсибилизацией, да, чем-то ещё? Да, у нас другие методы лечения. Как интересно. То есть антигистаминные препараты прежде всего назначают терапевты. Да, должны назначать терапевты. Кстати, вот про Новолек мы говорили, да, препараты мы начали выпускать. Вот он, мы называем Дизлорт-1. Да, мы только выяснили, что у нас оказывается не две группы препаратов, не три группы препаратов, а две. Да, ну вот буду знать, я где-то уже сказал, что три поколения. Да, поколения. Вот, и очень приятно, что вот на одной из передач мы разговаривали о том, что вот это самое импортозамещение, и у нас в Лёвенцах Наналек открывает производство как раз Дизлорт-1, и называется, по-моему, препарат Нолориус у них, да, вот, и скоро появится. Это как раз вот одно из направлений импортозамещения, поэтому, наверное, очень приятно. Да, поэтому нам хотелось бы сейчас поговорить с Олегом Игоревичем Моховым, медицинским директором биофармацевтической компании Наналек. Он сейчас в Москве находится. Я попрошу Дениса Князева, нашего звукорежиссёра, с ним связаться, чтобы он рассказал нам про этот препарат. Надо сказать, что, ну, приятно, что появляются Наналековские препараты всё больше и больше, и какие-то перспективы в 16-м году. И про вакцины они нам рассказывают, да, потому что появятся вакцины, которые пока не включены в календарь прививок. Ну, вот препараты, скажем, антигистаминные, ну, приятно. Да, и что ещё... И в планах есть ещё... В планах антикоагулянты, да, которые тоже будут для профилактики лечения тримпозов запускаться. Просто каждый месяц какая-нибудь новость от Наналека, что хорошо. Ну, мы ждём, когда нам подключат Олега Игоревича. Есть он на связи. Алло. Олег Игоревич. Ну, во-первых, поздравляем в вашем лице компании Наналек с очередным подписанием договора с крупнейшей компанией фармацевтической, со Спенфармакея Холдингс, да? Мы говорили об этом в новостях, это не может нас не радовать. Но сейчас хотелось бы нам поговорить про препарат Нолориус, который вот уже в апреле месяце появится на полках наших аптек. Здесь у нас вот в студии присутствует Дмитрий Курдюмов, главврач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области. И Ирина Владимировна Колупаева, это врач-аллерголог Кировской областной клинической больницы. Мы как раз про антигистаминные препараты начали говорить. И хотели бы узнать о препарате Нолориус. Вот он к какому поколению препаратов относится? Мы тут выясняли, что два поколения есть, да, антигистаминных препаратов. Ну, к сожалению, добрый день, коллеги. К сожалению, я не слышал, о чем вы раньше говорили, вот, о препаратах. Но все, что касается антигистаминных препаратов, у них на данный момент есть три поколения препаратов. Три. Три поколения препаратов. И Нолориус относится к третьему поколению препаратов. Что это значит, третье поколение препаратов? Третье поколение. Значит, если на третье поколение, то существует первое и второе поколение. История антигистаминных препаратов, она началась в 30-х годах прошлого века. И в 36-м году появился первый препарат антигистаминного действия. Он так назывался, как бы, первого поколения препараты. И вот до 60-х, 70-х годов они применялись. И недостатком препаратов первого поколения было то, что у них антигистаминный и противоаллергический эффект был иногда равен, а иногда и меньше побочным эффектам, которые это было снижение мышечного тонуса, седативные и снотворные действия. Вот как раз, да, Ирина Владимировна говорила о том, что именно побочные эффекты это вот основной сейчас ВИЧ-препарат, с которым борются фармацевты. Вот, потом появились препараты второго поколения, антигистаминные препараты. И, конечно, направления были в том, что уже появилось отсутствие седативного эффекта, то есть снотворного, не так сильно угнеталась умственная деятельность и физическая активность. Препараты второго поколения стали дольше действовать. И вплоть до однократного приема в сутки. Вот. И аналориус является препаратом третьего поколения. При разработке препаратов третьего поколения пытались достигнуть следующих эффектов. Снижение побочных эффектов, которые были в первом и втором поколении. А именно пытались добиваться чего? Отсутствие седативного эффекта, то есть снижение сонливости. Отсутствие кардиотоксичности, то есть вредного влияния на сердечную проводимость. Затем пытались сделать так, чтобы было всасывание более быстрым при приеме препаратов рот и распределялось по органам равномерно. То есть была так называемая высокая биодоступность. Что самое интересное в препаратах третьего поколения, это отсутствие тахифилоксии. Это, конечно, интересный термин, я его потребую расшифровать. Тахифилоксия, это подразумевает либо снижение лечебного эффекта при повторном применении препарата, то есть это тогда, когда препарат применяют последовательно, повторно, и эффект его снижается. Либо подразумеваются анафилактические реакции при повторном введении аллергена. То есть аллерген сначала попадает в организм и вызывает аллергическую реакцию, и при повторном он вызывает даже анафилактическую реакцию, то есть системную. И вот эта тахифилоксия, снижение реакции на повторные введения аллергена, и параллельно не снижается повторный эффект от применения препарата. Его удалось достичь в препаратах третьего поколения. Затем третье поколение характеризуется в отсутствии необходимости в изменении дозы у больных с нарушенной функцией печени и почек. То есть если за счет других заболеваний или возрастных заболеваний изменяется функция печени или почек, то не нужна коррекция дозы. Не нужно уменьшать количество активного вещества, чтобы при нарушенной функции печени и почек. Один из следующих эффектов, характерный для третьего поколения, это отсутствие взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Когда, как вы знаете, люди принимают несколько препаратов очень часто от разных заболеваний и применение препаратов третьего поколения от аллергии, не взаимодействуя с другими препаратами. Кроме того, у препаратов третьего поколения есть и некоторая противовоспалительная активность, потому что составной частью аллергической реакции также является и воспалительная активность. Поэтому препараты третьего поколения на данный момент это самые прогрессивные препараты из всех антагонистов кальция. Их можно применять один раз в сутки, в отличие от препаратов первого поколения. И вот к этой группе третьего поколения препаратов и позитивных характеристик, которых я перечислил, и относится препарат Нолориус. Дезлоратадин – это его международное непатентованное название, этого препарата. Вот я охарактеризовал как бы третье поколение прогрессивное в ряду препаратов антигистаминных и представитель его – это препарат Нолориус Дезлоратадин. Да, Олег Игоревич, я вот тут уже упоминала этот тоже препарат. Насколько я понимаю, этот препарат 12+. Да, абсолютно правильно. С чем это связано? Почему малышам нельзя? Для малышей существует такая же форма Дезлоратадина, но в форме сиропа. Ага. А поскольку препарат наш представляет собой лекарственную форму в виде твёрдой, в виде таблетки, то у него есть ограничения до 12 лет. Понятно. Но, то есть, вот моё предыдущее, что это же самое химическое вещество, но в другой лекарственной форме применяется и у детей младшего возраста. Правильно мы понимаем, что препарат ещё нигде не продаётся? Или он только в Кирове в апреле поступит, уже где-то он есть? Нет. Препарат, как международное торговое название, присутствует и у других производителей. А Налориус? И он производит. А сам препарат Налориус будет произведён компанией Нонолек, и первые, кто его увидит в доступе, в продажной сети, будут жители Кирова и Кировской области, поскольку производственные мощности компании Нонолек находятся в Лёвенцах, то есть недалеко от Кирова. То есть в данном случае препарат идёт ближе к своим потребителям за счёт того, что расположен именно там. Понятно. Спасибо большое за включение. Мухов Олег Игоревич был с нами на связи за медицинский директор биофармацевтической компании Нонолек. Ну вот всё-таки три поколения, коллеги. Я могу объяснить, почему так возникло. Вот почему два поколения и три – это такой спор даже между аллергологами. Давайте мы не будем тогда спорить с фармакологами. Мне кажется, что Олег Игоревич пояснил чётко, над чем работают фармацевтические компании. То есть я так понимаю, что препараты становятся всё более и более безопасными на самом деле, всё менее и менее вызывающими какие-то побочные реакции. И привыкание, если называть вот это. Да, и привыкание. И это очень важно, конечно. Но препараты – это не единственный способ борьбы с аллергией. Это обязательная составляющая часть. Вот я знаю, что вы, Ирина Владимировна, очень делаете большой акцент на образе жизни и образе питания. Расскажите вот эту историю про диету, про сезонную аллергию. И вот нам хватит на это ещё времени. Да, таким пациентам следует соблюдать свою индивидуальную гипоаллергенную диету с исключением тех продуктов, которые перекрёстно вызывают аллергические реакции. И по структуре своему строению, химическому схожему с пыльцой определённых растений. Даже такое есть. А пример какой-нибудь? Например, при аллергии на деревья – берёза, ольха, лещина. Здесь будут противопоказаны орехи, то есть вот эта лещина, орешник. Конкретно вот эти орехи? Фундук. Нет, разные орехи могут. То есть пациенты, они очень даже связывают развитие своих симптомов с употреблением орехов. Многие прям приходят и рассказывают, что у них после употребления орехов развиваются точно такие же симптомы, как и в сезон цветения деревьев. Это орехи и косточковые фрукты и ягоды. То есть это яблоки, груши, всё самое вкусное. Персики, абрикосы, вишни. Они с препаратами-то могут их есть или никак? Это как бы нежелательно делать, потому что лечение тоже будет малоуспешным. Аллергия сезонная излечима? Это очень индивидуально. Время всё лечит. У нас есть такие пациенты, которые проходили курс аллергенспецифической иммунотерапии. Это как бы очень просто проводится. То есть на основании кожных проб выявляется тот причинный аллерген, который вызывает аллергию у пациента. И этот аллерген вводится подкожно, как правило, в виде уколов в область плеча, в определённой схеме и в течение длительного времени. То есть, возможно, несколько курсов потребуется. И даже не один год. Да, и даже не один год. Что характерно для сезонной именно аллергии полиноза, то лечение проводится вне сезона цветения. Это очень важно. То есть это в осенне-зимний период, когда нет обострения. То есть подготовка к сезону цветения проходит этим методом. В результате введения аллергена в организме вырабатываются определённые блокирующие антитела, которые блокируют специфические иммуноглобулины Е. и вырабатывается иммунитет против этих аллергенов. Вот если попросту говоря, это так же, как механизм прививки, к которому мы все привыкли. А где это у нас делают? И всем ли назначают? Для районных пациентов это делается у нас в областной больнице. Для городских пациентов это есть Кировский диагностический центр, роду восьмая больница, которая называлась Эвномосковской. Крыльник диагностический центр, да. Ну вот, то есть такие методы тоже есть. Но вот для того, чтобы всё-таки до конца понять, чем ты болеешь, и какая у тебя конкретная аллергия, и на что у тебя есть реакция, нужно всё-таки попасть к врачу. Ну да, без этого, без нас туда и не разобраться. Без России никуда, да. Ну вот, время программы наше подошло к концу. Я благодарю Ирину Владимировну Колупаеву, врача-аллерголога Кировской областной клинической больницы, и Дмитрия Александровича Курдюмова. Благодарим вас за внимание. До новых встреч. Слушайте доктора. Есть противопоказания. Проконсультируйте.